друзья всем привет с вами Наталья Яковлева амбассадор бренда скетчмаркер и мы с вами сегодня будем рисовать красивый очень цветок гиацинт такого фиолетового голубого цвета два слова сразу скажу про материалы которые нам потребуются я буду рисовать в склеечке скетчмаркер bristol pet вы можете видеть опять формат очень удобный для таких достаточно быстрых зарисовок она не иллюстрация многочасовая но бумага супер супер подходит для нашей техники я вам покажу просто вот то что было уже на ней нарисовано на этой бумаге кстати палитра видите очень подходит сочетается и мне очень нравится она практически можно сказать что двусторонняя она выдерживает невероятное количество слоев и на мой взгляд как художника рисует практически за вас смешение цветов просто потрясающе да с вами все знаем что очень клёво с собой смешиваются цвета близкие по тону но на этой бумаге вы можете смешивать просто да получать абсолютно новые невероятно красивые оттенки там зеленый с голубым да и у вас будут какие-то супер-супер оттенки так просто вам покажу этот кстати урок тоже есть на канале youtube у скетч-маркер с ускоренным видео и у меня на моем канале наталья арт эти груши тоже у нас есть обучающий урок если вы только-только начинаете и вам интересно узнавать как формировать объем при помощи маркеров то заходите обучайте так значит у нас я возьму вот такую ориентацию формат вертикальный дальше мне потребуется обычный карандаш обводить я буду свой рисуночек потом тоже скетч-маркер линер 005 самый-самый тоненький мой любимый для такой не выраженной яркой линии четкой а для такого наброска да но в то же время линером конце мы поработаем белой гелевой ручкой белым пастельным карандашом derwent и наша палитра несколько слов это вот оттеночки которые нам понадобятся конечно здесь достаточно много оттенков но если у вас нет такого количества то вы вполне обойдетесь и меньшим все что нам необходимо это какие-то холодные фиолетовые теплые какие-то даты актин для оттенков и для ярких таких акцентов голубые оттеночки тоже покажу как смешивать между собой лиловые и голубые получать красивые тона и несколько зеленых для листьев луковицу мы с вами рисовать не будем нет в этой необходимости поэтому рисуем только цветок и листья и можем принципе приступать с правой стороны у вас будет виден сам референс картиночки и мы можем с вами приступать к эскизу итак начинаем рисовать рисунок простым карандашом всегда начинаем с компоновки видите что я отмечаю крайние точки и потихонечку набираю общую такую форму не рисую каждый отдельно цветочек до маленький сначала начинаем с больших форм и потом только уточняем вы рисуете какой-либо объект всегда изначально изучите форму как он выглядит из чего состоит как расположены вот эти маленькие цветочки на как они растут он сразу будет понятней при рисовании маленькие распустившиеся цветочки они имеют такую продолговатую форму как овалы на имеете ввиду что и накладывать цвета потом мы будем по форме для того как мы нарисовали предварительный рисунок карандашом я обвожу все это линером скетч маркер с 0,05 это самый тоненький из линейки скетч маркер линера мне очень нравится он не такой ярко выраженный практически не будет виден когда будет цвет положен старайтесь обводить одной линии не черкать много много да как бы уточнять а обойтись одной необходимой линии когда вы будете карандаш здесь нету никакой чуткой структуры с чего начинать просто как вам удобнее как вам больше нравится линер скетч маркер вообще не растирается он моментально высыхает и нет никакой возможности сделать какое-то пятно по неосторожности даже на самый-самый гладкой бумаги такой достаточно деликатный процесс уделите достаточное количество времени не торопитесь не стараетесь быстро быстро все закончить от предварительного рисунка в большей степени зависит конечный результат когда вы отбелились рисунок линером стирайте карандаш чистите все от крошек и можем приступать к раскрашиванию в закону жанра мы всегда начинаем самых светлых оттенков и светлые оттеночки не обязательно накладывать по всему рисунку на вы можете накладывать их только в тех местах где действительно видите что падает свет в нашем случае свет падает с правой стороны соответственно вся левая сторона будет затемнена правая мы должны оставить как можно светлее мне нравится работать сразу двумя-тремя маркерами не только одним самым светлым но сразу же миксовать их еще со следующим оттеночком и здесь я использую очень красивые оттенки видите это и обычные маркеры и маркеры браш самый светлый оттенок я использую в 54 и миксую его вместе с оттеночком в 24 чтобы получился гладкий градиент нам необходимо всегда возвращаться к предыдущему номеру то есть мы положили самый светлый добавили в 24 и стараемся растушевать их опять в 54 мы понимаем что цветочки в тени там не обязательно использовать самый-самый светлый маркер можем сразу начинать и второго с номера в 24 положим самые светлые оттенки мы уже смело можем добавлять какие-то акценты делать более темные места и и опять таки не забываем чтобы передать объем нам необходимо четко помнить с какой стороны у нас свет чтобы затемнять противоположную сторону видите пока мы работали только такими светло-фиолетовыми длиновыми оттенками но сейчас для пущего такого эффекта у нас гиацинт не совсем распустился и вы можете видеть что он такой голубой в каких-то местах мы с вами возьмем в 63 номер это очень красивый оттенок голубого и проложим поверху наших фиолетовых и при смешении этих двух цветов мы получим необходимый нам оттенок которого нет готового но на этой бумаге я уже говорила прекрасно прекрасно смешиваются оттенки и мы можем добывать скажем так необходимые нам новые цвета здесь любой рисунок любой объект рисовать по форме я это говорю всегда в каждом своем видео и сейчас вы видите что я практически не леплю форму я просто рисую по направлению вот этих маленьких цветочков такие штрихи и используйте всю всю кисть маркера если вы работаете тоже маркером браш не старайтесь тоненьким до наконечником рисовать маленькие участки немножко по диагонали держите сам маркер и когда сама кисть немножко плашмя то у вас очень большая площадь покрытия и это а это ускоряет процесс работы б позволяет работать достаточно быстро и эффективно у нас достаточно сложный такой цветовой объект но вы можете обратить внимание что мы практически не растушевываем не смешиваем цвета между собой просто накладываем их по очереди и потому что мы подобрали очень хорошие оттенки они уже между собой прекрасно смешиваются процессе работы мы можем с вами что-то поправлять вот я вижу что я немножко забыла форму куда я возьму маркером подкрашу и линером он виду немножко контур добавлю средний красивый тон на цветочков я буду для них я буду использовать оттенок b123 очень красиво считается васильковой корни флава но мне очень нравится он очень благородный оттенок мы прокладываем места которые не попадают на свет то есть практически рисуем тень но не самую темную вопрос такой средний тон тени а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 тетлым оттенком V53 очень хочется сделать какие-то яркие такие розоватые, акценты, которые позволят нам передать такой перелив очень красивого свечения этого цветочка. Для самых темных мест я буду использовать оттенок V20 и B110. Они прекрасно подходят мне, чтобы передать всю глубину и самые-самые темные места, которые мы видим. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Так, теперь мы приступаем к листикам. Листики у нас очень красивые, такие яркие, зелёные. Но я не хочу их делать настолько салатовыми. Мне хочется их делать чуть-чуть приглушённее. И это, на мой взгляд, будет смотреться более стильно. Поэтому я буду использовать мои любимые оттенки. Это G53, G41, G51. Для самых тёмных мест я очень люблю использовать G110. Это такой хаки-тёмный, хаки-цвет. На мой взгляд, он один из самых-самых натуральных, таких естественных. Я вам очень его рекомендую приобрести, если у вас его ещё нет. Опять-таки, мы начинаем работать с самых светлых оттенков. Как вы видите, мы можем использовать опять всю возможность кисти скетч-маркер с достаточно плотными такими, да, большими движениями, размашистыми мы работаем. И благодаря там двум-трем движениям мы можем прокрасить пол листа. Главное, соблюдайте форму. И у листиков есть такие характерные полосочки. Не обязательно всё растушевывать, чтобы всё было гладко-гладко, да. Вы видите вот эту вот полосатую их фактуру. И давайте её с вами оставим. Большую часть времени я работаю только двумя оттенками. Это G53 и G41. Чуть-чуть для цвета G51 буду добавлять, да. Чуть-чуть позеленее сделать, чтобы они такими жёлкими не смотрелись. Дальше будет самое интересное. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 такой лиловый оттенок. Это, скорее всего, от луковицы, да, оно такое, ну, распускается. И я вам рекомендую обязательно не игнорировать это место, обязательно взять наши самые светлые V54 и V24 оттеночки. Может быть, даже потемнее, да, чуть-чуть придётся, потому что у нас сам лист уже тёмный, да, и самые светлые оттенки, ну, просто не будут видны. Поэтому имейте в виду, если вы работаете с достаточно тёмным цветом, да, то для усиления эффекта нам тоже какой-то потемнее нужно какой-то фиолетовый, да, взять. И очень красиво их проложить вот этими полосками, и сразу появится такой красивый перелив. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, как я уже говорила, самые тёмные места мы будем прокладывать маркером G110. очень классный, и сразу у нас появляется ощущение глубины и тени от листиков. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok